Я уже видела фотографию. Мы с мамой общаемся, с мамой мне присылали, я видела Полинку, она уже на больничной койке. В руках большая плюшевая собака. Подарок для маленькой девочки из Рогачёва, которую Марина видела всего один раз в жизни, но запомнила навсегда. Две недели назад на её глазах, а точнее руках, ребёнок отметил второй день рождения. Сейчас малышка в больничной палате, и для встречи с ней Марина несколько часов ехала из Могилёва в Гомель. Как ножка? Полит ножка? Они познакомились на трассе после жуткой аварии. Трёхлетняя Полина – пассажир иномарки, которая лоб в лоб столкнулась с другой машиной. Марина проезжала мимо и остановилась, чтобы оказать помощь. Девочка была вся в крови. По счастливой случайности, её новая знакомая оказалась медсестрой. Здесь была кровь. Тётя головку бинтовала? Жалела тётя? Да. Это тётя была? Это очень напомню тогда. Одно дело, когда приезжаешь на место ДТП, там взрослые люди. А когда ты видишь ребёнка, это вдвойне страшнее, это вдвойне больше ответственность. Ну, поэтому, конечно, ребёнок такой маленький. В больнице Полина ещё не раз вспомнит, как чужая тётя гладила по руке и обещала привезти маму. Удар встречного авто был настолько сильным, что девочка получила тяжёлые травмы головы и обеих ног. До приезда скорой Марина делала всё возможное, чтобы остановить кровь, фиксировала переломы и обрабатывала раны. Спасибо ей, что находилась с Полькой. Как-то поддержка ей. Меня всё-таки не было рядом. Спасибо ей большое. Как правило, вот эти вот встречи всегда людей связывают в будущем. Они оставляют достаточно такой глубокий след душевный у человека. И, безусловно, будущее у этих двух семей, мне кажется, большое. В том ДТП по Дрогачёвым погибли трое. Полину, её бабушку и ещё одну женщину из искорёженной машины достали живыми. Сотрудники МЧС позже отрапортуют. И тут за дело взялась та самая проезжающая мимо медсестра. Попросила перчатки и не отказала в помощи никому. И сколько тогда ушло бинтов, сколько ушло медикаментов, ну, я даже не знаю. Использовали без раздумий. Ты один, а пострадавших много. И поэтому ты стараешься вот разорваться. Ты физически не можешь, но хочешь успеть каждому. О профессиональном подвиге старшей медсестры её коллеги узнали, когда их всех пригласили в актовый зал, где Марине вручили диплом и премию от руководства больницы. А ещё благодарность от министра здравоохранения. Она не прошла мимо трагедии. С одной стороны, это профессиональный долг. С другой, поступок настоящего человека с большой буквы. У нас каждый день спасают жизни. Каждый день где-то в нашей работе есть место подвигу. Марина Станиславовна сегодня попала в объектив фотокамер. Но ведь каждый день в стационарах города, области, страны есть люди, которые делают аналогичные подвиги. Маленькая Полина уже идёт на поправку. Ураны затянулись, врачи обещают выписать буквально на днях. В следующий раз девочка увидит свою спасительницу в другой обстановке. Договариваются о встрече. У Марины тоже маленькая дочь. Съездим в гости. Да Полина уже выпишется, будет дома, уже будет бегать. Правда, Полинка? Максим Вечерков, Владимир Пятенёв, Елена Кукшинская, Владимир Недобоев. Наши новости ОНТ.